Спасение словом статьи Спасение словом литература, библиосфера, объектив Замшиф Максим Теги, Андрей Аксенов, В этот раз я родился, Путешествие души, книга, Замшиф Максим, рецензия Андрей Аксенов, В этот раз я родился, или Путешествие души М. Издательство Уникетских ворот, 2019 496 С. Роман Андрея Аксенова «В этот раз я родился», или Путешествие души совершенно точно можно отнести к жанру нонфикшн Причем к нонфикшн очень честному и бескомпромиссному, щедро сдобренному фантазийной экзотикой Перед нами художественный пересказ жизни, выполненный умным и тонким человеком, умеющим придать рассказу стройности выбрать из череды жизненных событий самое интересное Аксенов изумительный наблюдатель за собой, остроумный, добрый А в себе он способен найти такие головокружительные миры, о существовании которых до этого не подозревал не только читатель, но и сам автор-рассказчик С сюжетной закваской, из которой потом вырастает удивительно качественное тесто, становится болезнь героя, приведшая его на такой край Когда просто необходимо припомнить свою жизнь даже не для подведения итогов, а для того, чтобы зацепиться за что-то и вызволить себя из мучительной тресины Художественный метод Аксенова строится на том, что он ничего не ретуширует Обладая стопроцентным писательским зрением, он предлагает читателю так настроить свою оптику, чтобы видеть человека и окружающее его явление целиком, и во всех деталях одновременно В начале романа он говорит с предельной правдивостью о своем здоровье, подчеркивая особенности собственного физического развития и не стесняясь упоминать неидеальное тело И дальше, когда обнаруживает в себе тягу к творчеству и начинает спасаться от личной энтропии через фиксирование событий своей жизни в слове, автор нигде не отступает от правды, не нарушает реальевую году сюжетному замыслу Аксенов раскрывает все секреты своей творческой мастерской и делает это так неподдельно, что тому, чему надлежало бы оставаться за кадром, предстоит выйти на первый план и заставить сфокусироваться на себе Самоирония, тонкий юмор украшают этот роман Они, как драгоценные камни по бархату, рассыпаны по всему тексту Теперь хочу описать стол Если раскинуть руки моего могучего организма, то от края до края все равно не дотянуться В ширину он, конечно, поуже, но тоже не маленький На столе разложено очень много текущей документации, которую я периодически, раз в два или три месяца, сдвигаю в урну, удачно расположенную под столом Сверху стоит не менее могучий, чем я сам, монитор в полстола Преимущество такого монитора в том, что тексты на нем можно читать без очков Это бережет начальственное зрение, а других преимуществ нет Аксенов умеет удивлять Для романиста это качество наиважнейшее Вот только он подготовил читателя к тому, что будет описывать свое бытие Как взял и воплотился царевну Марфу, дочь царя Алексея Михайловича Прием почти постмодернистский Но логика письма, логика писательского зова для Аксенова на первом месте А согласно ему, каждая может воплотиться в каждого Каждый способен на фантазию Каждый волен промодерировать свою жизнь как чужую Вне зависимости от времени и эпохи Писатель убеждает, что такой прием не блащ, а художественная необходимость Спасение через слово основано на том, что вера в него безгранична А поэта, как говорила Цветаева, далекой заводит речь Это верно и для прозаиков Исторический контекст романа, знание предмета, выстраивание образов, а главное, снайперское попадание в женскую психологию Даст фору многим историческим романистам И фора это в том, что Аксенов не зависит ни от какого канона он создает свой канон И опять чистый нон-фикшен, никаких вульгарных передергиваний, все достоверно до мельчайших фактов Но нон-фикшен не скупо писательный, а очень смыслово подвижный, своеобразно устроенный Аксенов автор дерзкий Однако он не лишен некоторой композиционной хитрецы Отправляя читателя на американские горки резкой смены настроений между частями Постоянно поражая новым поворотом тем и точек видения Сам он держит бразды правления своего текста крепко и уверенно, не позволяя ему нигде развалиться Свою суть он ощущает не только способной на головокружительную творческую реинкарнацию Но мыслит себя песчинкой на Вселенском берегу, где рядом миллиарды песчинок личностей Великих и безвестных, где революции и войны происходят не рядом с ним, а вокруг него Это придает роману «В этот раз я родился» Или путешествие души не только протяженность, но и так необходимую для современной литературы стереоскопичность Ровно так же, как автор вытягивает себя из болота недомогания через обрывки воспоминаний и желания их запечатлеть Рассказчик цепляется за любое впечатление, чтобы погрузиться в другую эпоху и совершить то самое путешествие души, что обещано нам в заглавии Ему достаточно газетной вырезки о военном параде времен начала войны, чтобы впустить в себя эпоху, ощутить себя ее частью и поведать читателю о своих там, в той эпохе, переживаниях, хлопотах, родениях Переходы от собственной биографии к биографиям тех, в чьи тела аксенов погружают свою душу, смотрятся органично Каждый переход правильно подготовлен и осмыслен Несмотря на заявленное в начале романа неофитство, стиль романа вполне зрелый Видно, что автор пишет то, что хочет написать, и воля пера для него первична только в сочетании с бессмертной силой разума и стремлением к гармонии Субтитры создавал DimaTorzok